В последнее время было принято достаточно большое количество разных законов, касающихся запретов разных в интернете, создано много всяких реестров. Вас не пугает то, что вот этот механизм внесения в реестры, блокировки, он все больше и больше распространяется на очень многие сферы. Это и антипиратский закон, и персональные данные сейчас очень спорный закон. И вот недавно был депутат Чепа, внес законопроект в Думу. В нем говорится вообще про всю информацию, любую информацию о пользователях. Не кажется ли вам, что это может просто рано или поздно привести к какому-то такому варианту китайскому? Уверен, что не может, потому что наше регулирование развивается всем по другому принципу, что китайское. Процентов 80 законопроектов, инициатив, которые возникают по поводу блокировки, не реализуются. Мне кажется, что все-таки разум в данном случае преобладает. И способы блокировки, в зависимости от тематики, ведь абсолютно разные. То, что касается, я думаю, никто не будет возражать абсолютного зла, детская порнография, призывы к самоубийству и распространению наркотиков, блокируется по решению компетентного органа в досудебном порядке. Потому что борьба идет действительно с абсолютным злом. То, что касается антипиратского закона, это совсем другая тема. Это закон про деньги. Правообладатель, как он считает, теряет деньги за счет того, что продукт его интеллекта, его авторских правов пиратируется. Он обращается в суд за обеспечительной мерой. И дальше в том случае, если он был неправ, когда за ней обращался, он несет финансовую ответственность. Интернет-ресурс, который докажет, что он абсолютно легитимно использовал продукт его авторских прав, предъявит ему встречный иск и получит за это компенсацию. То есть то время, на которое он был заблокирован, будет оплачено. То, что касается экстремистских материалов, то блокировка идет по решению генерального прокурора. И распространитель информации, если он не согласен, тоже может подойти в суд. Что касается экстремизма, мне кажется, там все не так просто. И бывают там всякие политические вещи. Самый живой пример – это ситуация с блогом Навального, когда, насколько я понимаю, до сих пор непонятно, за какую конкретно запись он закрыт. Ну, почему сейчас, понятно, состоялся суд, и представитель прокуратуры озвучил те два поста в блоге, которые вызвали претензии со стороны прокуратуры, поскольку прокуратура считала и считает, что именно в этих постах были призывы к не санкционированным митингам. Мы ведь действуем по предписанию, по требованию заместителя генерального прокурора. К нам пришло требование блокировать блок, мы его заблокировали. Когда к нам обращались на основании какой информации, мы говорили, дорогие товарищи, обратись в генеральную прокуратуру за разъяснениями. Мы в данном случае выполняем техническую функцию. Я полагаю, что если, как озвучил, насколько я читал, опять же в средствах массовой информации, адвокат Алексея Навального и сам Алексей Навальный, ну теперь мы эти посты уберем и будем требовать, чтобы наш блок был разблокирован. К нам придет иное требование генеральной прокуратуры, мы разблокируем блок, поскольку в законе не прописана техника разблокировки в случае удаления. То есть мы действуем четко по требованиям генеральной прокуратуры. То есть, грубо говоря, если генпрокуратура не пришлет, то вы не разблокируете. Вы понимаете, дело в том, что как орган, выполняющий именно блокировку, не принимающий решения, мы в тот момент, когда мы начнем заниматься творчеством в этом вопросе, мы превысим свои полномочия. Почему? Если у вас, например, есть данные от генпрокуратуры, за какие два конкретные поста было заблокировано? У нас есть требования генеральной прокуратуры, в котором написано, но дословно я не воспроизведу, заблокировать блок системы LiveJournal Алексея Навальный .com в связи с распространением экстремистской информации. Вот так вот это звучит. Можно поискать и его найти. Точка. Ровно на этом основании, то, что в нем изложено, мы делали. А не была ли у вас тогда идея как-то инициировать разработку такого механизма? У нас нету законотворческой инициативы в этом плане. Были у нас или идеи, но это как бы другой вопрос. То есть, если вы можете, то скорее неформально как-то общаться с законодателями и попробовать их убедить, что такая процедура нужна. И вообще нужна ли она, как вы считаете, или нужно полностью зависеть от условной генпрокуратуры? Я думаю, что обсуждать механизм разблокировки в случае удаления противоправной информации вполне логично обсудить. Ну да, пожалуй, да.